Всем привет! В этом видео мы разберем рисование лайна для нашей страницы в созданных ранее фреймах. Сначала мы рассмотрим настройку инструмента для рисования, а затем мы создадим сам лайн. Итак, приступим. Начнем с настройки инструмента. На предыдущих этапах форма линии нам не была важна, теперь же это имеет первостепенные значения. Поэтому важно выбрать подходящий инструмент и правильно его настроить. Для рисования лайна используется инструмент Pen. Вызывается этот инструмент по горячей клавише P. Для рисования лайна используется инструмент G-Pen или Real G-Pen, имитирующий реальные инструменты, использующиеся для рисования манги. Рассмотрим основные параметры настройки инструмента. Первый параметр — это сглаживание. Он влияет на границу линии. Однако в монохромном режиме отображения цвета он не работает, так как при сглаживании используются серые оттенки. Следующий важный параметр — это стабилизация. Данный параметр позволяет создавать более плавные и ровные линии. Чем выше значение, тем сильнее выпрямляется линия, что при высоких значениях начинает мешать рисованию. Так что рекомендуется использовать не слишком большие значения, от 6 до 25. Я выстрою значение 10. Можно заметить, что форма линии также зависит от нажатия. Однако начинающим художникам контролировать нажим бывает трудно. В Clip Studio Paint можно настроить зависимость толщины линии от силы нажима при помощи инструмента автонастройки. Программа сама выставит нужные значения в зависимости от того, как сильно вы нажимаете на перо. Для этого перейдем в файл Pen Pressure Settings. В окне мы как раз видим график зависимости толщины получаемой линии от силы нажатия. Для автонастройки необходимо просто рисовать на холсте, так как было бы комфортнее при реальном рисовании. Видим, что график подстраивается относительно нажатия. Затем нажимаем Check Adjusted Setting и смотрим устраивает ли нас изменения. Чтобы сохранить изменения, нажимаем Save. Теперь мы настроили инструмент и можем приступать к рисованию. На этапе лайна прорисовываем все объекты и персонажей, но не рисуем текстовые пузыри, звуки и эффекты. Начнем с первого фрейма. При рисовании лайна лучше создавать линии быстрыми и широкими движениями, так лайн будет смотреться лучше. Чаще пользуйтесь отменой действия до тех пор, пока не нарисуете подходящую линию. При рисовании углов не нужно стремиться провести линию в одну точку. Лучше рисовать пересекающиеся линии, а затем удалять лишние части при помощи эластика. Иногда бывает неудобно рисовать линии под определенным углом. В таких случаях можно повернуть холст при помощи инструмента Rotate. Горячая клавиша R. На панели настроек инструмента установим шаг поворотом в 5 градусов, чтобы было удобно вернуться в исходное положение. Иногда лучше заново перерисовать линию, чем пытаться дорисовывать ее поверх. Следите за толщиной линий. Для создания большей выразительности линий не должны быть одной толщины. Также на этом этапе можем добавить мелкие детали и закрасить небольшие области с черной заливкой. Следуя озвученным ранее принципам, пролюсуем оставшиеся фреймы. Не забывайте создавать отдельные слои для каждого объекта. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...